Прекрасная Ну ничего, дело в чем Итак, друзья, здравствуйте Мне, чтобы говорить, придется Немножко намордник снять Первый мой анекдот сегодня Это Собаки во всей России Смеются над людьми Пришла их пора Хохотать Люди одели на мордники Так, теперь идем дальше Это было шутливое вступление Итак, друзья, у меня в гостях Два уважаемых моего человека Вы поймете, какой они Могут сыграть роль в садоводстве Вот, первый, кого я представляю Это Иван Александрович Это будет Вот, чтобы видно было сюда Хотя бы просто поздороваться Скажи здрасте Здрасте Вот А дальше, ну, так Не получается, что тебя видели Ну ладно Вот, дело в том, что Тут идет цепочка поколений Вы посмотрите, вот здесь Ниже, какое слово написано Ниже слова написаны Ну, там вы увидите Ну, там вы увидите Называется «Свежая кровь» Вот это «Свежая кровь» Я не хочу превратить разговор в нудную лекцию, друзья Давайте делаем так Я сейчас задам пару важных вопросов Поймете, почему важные Через пару минут Так, значит, Ирина Александровна Как вы относитесь к Миширину? Я к нему отношусь как к великому учителю Это вопрос вы ожидали Ну, двух словах хотя бы Ну, не коротко Ну, великий учитель Ну, а почему вы великий? С большим уважением к нему отношусь Потому что он, наверное, единственный человек Кто сделал для садоводства очень много И даже сверх того, что сделали, может быть, последующие поколения После него Так, ладно Тогда второй вопрос, извините Я вас не предупредил Мичурина изучали в университете? Изучали, конечно Так А что именно? Ну, его наследие, скажем так Чем он занимался Но так как мы учились на агрономов широкого профиля А он был садоводом То есть получилось так, что садоводство в нашей учебе Ну, только небольшую роль для него было выделено Ну, то есть практически вряд ли вы межвидовое скрещивание Ну, скажем так Мы знали, что он занимается межвидовым скрещиванием Отдалённой гибридизацией Повторить, повторить Дело в том, что там вопрос прямой будет задан Прямо не вопрос, а прямо у меня по морде Почему я не занимаюсь скрещиванием яблосбрушек? Я жил Так, ну и как вы найдете? А если вам зададут? А если тему такую дадут? Надо подумать Так, честно сказать, я не готова Чего о чем Я, 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 для чего не случайно Почему? Потому что так уж сложилось, да? Чтобы человек особый Значит, лучшая студентка Костоянского агромерситета Это был Стипендиатка Путина Красный диплом Да, это так Вот, и вы набрались Ноглости Это Приехать на практику к Железову Было такое Как вы посмели Вот это сочетание, да? Вот это сочетание Практика к Железову Вот Значит, все, что можно было Авторитет все заработали Вот И даже то, что вы здесь сидите 500 кедров от Красноярска Это же не случайно Вот, правильно? А теперь самое Это То ли Троценко Павел Ну, знаете, моих ближних друзей Да, конечно То ли Сафронов Антон Кто-то из них сказал Взял и познакомился С выпускником Тимирязевки Он ему сказал Он мне процитировал Тимирязевская академия Фамилия Мичурина Табу Удивительно Нет, я ничего не выдумаю Поэтому И тут же раз у меня помордир Почему я не занимаюсь Это Ну, давайте так Смотрите Сейчас Это была как бы присказка Сейчас Более серьезные дела Пойду Смотрите Урожай этого года Наконец-то У меня на телефоне Появилась дата То есть Ну, не телефон А этот Фотоаппарат Урожай слабенький Но Абрикосы уже заготовлены И Что такое свежая кровь? Может свежую кровь Назвать вот этих вот ребятишек Да Это они зарабатывают свои первые деньги Вот И Собирает вишню Вишню я собрал На свежую кровь Означает, что Постоянно Идут Письма Звонки с Европы С ужасом Европейские вишни Гибнут 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 У нас никаких признаков Нет Ни болезни Ничего Оставь в покое Помните Мы с вами Брали лопату Лезут Эти Чтобы превратить их В саженцы Из этих Отводков Корневых Это одноцелло Дерево Мы с вами Перерубали Поповины Было? Да Было Вот Хоть одна Хоть Листик Вот Свой край Вот сюда Вот так Кивните Что да Действительно Да Так было Что это Это Сибирь А там Миллионы деревьев погибли Остальные болеют И люди говорят Помогите Чем помогают Ядохимикаты Так ведь Вот Причем Они направлены От грибов А на мой взгляд Грибов Болезть нельзя Они только Мерфитивные едят А живые не едят То есть Даже эта ошибка И вот Свежая кровь Доплечается в чем Я пытался Понять В чем Не будучи там А здесь Я вспомнил Про изувеченные деревья Вишни Они же густые Страшно густые Обязать Помните Я там Про черешня Я матерился Когда ученые Учили Из восьми веток Три оставить В ярус Восемь веток Три оставить Опять Значит уничтожить Осветление Якобы солнце Проникать будет А на самом деле После этого Грибы-то и нападают Дерево Полууничтожено Вот Осталось его добить А потом Ядохимикаты И огромная индустрия А вторая причина Это я первую назвал До сих пор Калечит Уничтожая деревья Даже вот сегодня Вот В наши дни Ничего не изменилось Раз Свежая кровь Что означает Надо Сибири А у меня допустим Десять или двадцать тысяч Костик Они уже должны быть Каком-то языке Я-то на вас рассчитывал В Мечеринске Будете И все это можно Стоит только в садах Посадить их Сразу идет Издоровление Частично И у потомства Полное стопроцентное Тамошние Жители Плюс Сибиряки Которые вернулись С Европы Вот Это есть свежая кровь А они слышат же Понимаете В чем дело И почему вы здесь И почему здесь Иван Сейчас Ивану Может быть дальше Уже неинтересно будет Вот Этот разговор Но все-таки Придет время Вот Это знаете Семь лет Первый класс 22 апреля Я с учителем Сажу дерево Вишни Я дождался Я там Первый класс А уехал пятым И дождался Плоотношения С этой вишней Все Да хватило Чтобы Сейчас уже Это Переть на всю на уху Танда Уже не простой танк Самый тяжелый Вот Уже Не просто так Где-то там С подворотни И вот Получается Вот это Вторая причина Так Ну а Третья причина И нам сюда Самое интересное На меня начинается Смотрите Черешние листья А это Моя рука Я свитер одевал Покусаются эти Комары Это свеже снимать Вот А привез Этот Черенки Эти От Боднера Привез Сергей Железов Сын Да Смотрите сюда А теперь вспоминайте Мы с вами сняли фильм Скоро он выйдет Мы ходили по саду И возле этого Дерево стояло Вспоминайте Да Вот А теперь смотрите сюда Вот это черемушки Побеленное дерево Это Мы с вами там были У пианиста Правильно Пианист Это так сказать Зашифрованное название Зачем ему Бости Лишнее А вас он принял Угощал Да И вот значит У него Вот это А Сальвенец От Боднера А подвой У него Вишня Вот это вот Вот это Так И у него вылезла Из под земли А я же не мог Пройти мимо Не заметил Вот Сказать что это вишня Нельзя Сильно хороша Сказать что это черешня Нельзя Согласны Вот И получается Перед нами Будущий дюкс Как его Или дождаться Познашения Косточки Или не дожидаться Потому что Насколько быстрее Срезал эту ветку А у меня уже Ни сил Ни здоровья А Сергей теперь В магазине Сидит Вот Сицу Подменяет Ну Елена Александровна Не знаю Вот она Свежая кровь Справа Слева От меня Ну посмотрим Ведь это Так просто Вот эту Веточку Отрезать В 2022 году Черешу Так Вот А там То есть Мы идем Таким путем А там Нужно просто Как можно Больше Тысячи Тысячи А в конечном счете Миллион этих Хосочек Рассадить Рассадить Расселить Во всех Садах Научив Потом Уже Дальше Вот это И свежая кровь Ну и сами Ребята Мои Ваши Это тоже Свежая кровь Вот Ну не все Так просто Смотрите Внимательно У него Вот он Пианист Вот так Ему уже Где-то 85 Бодрый старик Ну Сибиряк Вот Две черешни На одной Ни одной Следов Заболевания Вот она Вот Вот этот Там Да Ничего Не случилось С ней Вторая Мертва Ничего Он не делал Ни обрезок Ничего Я его Как только Познакомились Я сказал Не подходите Надо будет Я сам Делал Что надо Вот И получилось Что она Мертва Я все Облазил Обнюхал Лизнул Не могу Понять Почему Мертва Кроме Одного Может Допекли Эти самые Побелки Черешни Очень нежная Кора Это южанин А здесь Сибирь А это Горы Я вам покажу Чуть ниже Вот Я говорю Я за всю Свою жизнь Я же Такой Особенный Вот Другие Ну приказано Белить Белить Вся Россия Белит Миллиарды рублей Тратит на побелку Вся Россия А карманы Эти миллиарды Наши карманы Мы говорим Жеки нас обдирают А все дорого Вот И все это Ложится На Письма Счастья Вот Прекратить Белить А Тикаросов Не надо Я и сейчас Не знаю Вы не изучали Это Зачем Белим Я это знаю То есть И без вас Потому что И насекомых В этих порах Уничтожать Якобы В основном За защитой От морозобоя Да От солнца От солнца Весеннего Вот Но У меня же Нет побелки 36 лет Да И ничего В общем Мне кажется Что я могу Посоветовать У второго Дера Уже не белить А то он Мне спрашивает А мне сказать Ничего Он же Меня Специалистом Считает Так Это Весь из полей Значит Заложила Небольшой Питомничек Самыми руками Елена Садна Мужик Ты теперь Строгаш Сколько времени Отнимает Это все Да Несостоявшийся Селекционер И Это вместе Делали мы с ней Научил Показал Вот Мини парничок Значит Смородина Жимолость И шелковица Якобы Народ начал Шелковица Интересоваться Вот Это есть Весь из полей Это получается Это осенью Они маленькие Будут их продавать Даже страшно А Следующая осенью То есть Еще одну Накидываем Осень То есть Получается Год и Несколько Месяц В сумме Там Получится Так Достаточно Мощные Кустики Такие вот И с цветами Вот А если не трогать То еще Весной 2002 2022 Уже Зацветут И заплодоносят Вот Теперь Почему я Вот этот Снимок Показываю Вот Небольшое Собрание Это еще Не все Мне говорят Сколько У тебя Ну Разве Не знаю Снимок Считать Вот А почему Я эту фотографию Сделал Ну Потому что Они Есть Среди них Любители Абрикосов Едят Чуть ли не Килограммы Есть Любители Яблок Вот А теперь Смотрите На этих Любителей Мне прислали Этот снимок Попросили Прокомментировать Ягодные Деньги Многодетная Мать Мне самое страшное Что детей Посадили Пять штук Такие Счастливые Все Сто тысяч В месяц На балконе Виноград И там Второй снимок Я его сейчас Не нашел Он часто Мелькает Сколько Винограда Ну Это так В объеме Полтора На полтора Вот Вот такой Вот Ну Одних Виноградных Грязь Сумные В общем Когда я увидел Меня попросили Комментировать Я комментирую Это моя работа Вот Когда я увидел Цену Вот там И что они продают Что якобы Тут же Будет И наград Я сразу догадался Что это тот же Экодар Который Потому что 147 рублей Эта цифра А по террорации Таких совпадений Не бывает Значит тот же Экодар Который Говорит Семечку посадил Через 3 месяца Собрал Богатый урожай Снова Посадил Семечку В этот же горшок Еще через 3 месяца Вот Я почему говорю Дело в том Что покупают Но сейчас Они сменили Видите Видимо Сколько можно было Они денег Содрали Обманули Я к тому Что Сейчас вы поймете К чему я говорю Значит У нас очень много людей Летчики Допустим Стоматологи Умнейшие люди Математики Вы знаете У меня знакомые Есть Они заказываются Вот что интересно Естественно Что у меня не заказывал Ни Чуверинск Не заказывал Ни этот Ни Москва Я имею ввиду Ведущие Университет Они ко мне не обращались А тут же рядом Я инженер Я инженер Или там это И главное Выпускники МФТИ Бауманки МГУ Вот Все эти люди Они Процессодоводы Они 10, 20, 30 Откалечили деревья У них ничего нет В отчаянии Обращались Как так Люди Которые Мозги лучше моих Представляете Меня не взяли В МФТИ На тройке сдал Ну там Знаете Как Вопросы Вот МФТИ 3434 И вот Получается А они умнее меня А они Это не обязаны А кто обязан знать Сегодня По телевизору Показали Опять Я уже не раз Показывал Министр Науки И высшего образования И второй человек Который называется Надзор за этой наукой Если такой орган Оказывается Знаете Что он сказал А скандал Был из-за чего Значит Там По Химии Массовая Нездача То есть Какой-то идиот Вопрос составил Вот этих Для ЭГ На который Нет ответа То есть Можно только угадать Случайно А Сдать Не знает Скандал И вот сейчас Бодро говорят А вот Биология А биология Это то Чем мы с вами Да Вот Вот людей Вот эти вот Дурят Вот они 100 тысяч Заработают Да На балконе Вот И Эта биология Оказывается Сдали нормально Мы И вот он выступает Это говорит Мы посчитали Не всех Это еще рано А посчитали Довольно крупное количество И в среднем Получилось 51 балл Я вот представляю 33,3 балла Это когда ты просто Ставишь Даже не читая Например Ты дурак Ты Может Русского Не знаешь Вообще Есть вероятность Что ты сдашь На 33 балла Ты почему Конечно Нажимай Галочку Ставь На 11 Вопрос Все А у них 51 Это значит Что В общем Это уровень Как раз И вот Только Для этих Мошенников Которые Детей Используют Вот я был Вынужден Вот это Высказать Потому что Я годом раньше Вспоминайте Эгэ Пенал Я на них Всю злость Вылил За эту подлость Потому что Вопросы Неправильные Какие ответы Ты специально Сделал Чтобы было 51% И видимо В этом году Опять то же самое А они хвастаются Тем что Биология Вот сколько Людей Сдало То есть Там Медние двоечники А большинство Все равно Сдал газ Ну где-то Угадал Что большинство Те которые Выбирают Биологию Они готовятся К ней А мы сейчас Говорим Это Какой-то Определенный Круг Понимаете А за этим Кругом Еще в 10 раз Больше детей А они то Что знают Это просто Пример того Что это Наоборот Ваше слово Правильно Наиболее Подготовленное Еще и Те 51 Те кто Еще пытался Сунуть Сунуть Свою Нос В это Дело Ладно Пойдем Дальше Значит Это пример Просто Это просто Примет Привета Тимош Который Не может Сегодня Присутствовать Вот В таком Виде Поспели Яблоки Белый Налив Он Практически Исчез Когда-то Было Самое Самое Распространенное Яблони Наряду Ну Два Три Сорта Были Самые Вот Одна Из Них Выносливость Необычайно Рано Созревает Вкус Великолепный Практически Не осталось У меня Одно Деревце Ну Некуда Расширяться Лучше Для страховки Иметь Несколько Ну Пока К другим Обращались Вот Такое Положение Дел И Получается Одна Девочка На тысячи Которую Может Взять Это Поднялось Земле Павшее Дерево У меня Ни один Человек Никогда Не тронет Это Табу Вот Поспели Первые Сливы Товсторонний Крайний Слив Падает Созревает Разное Время Тут Ветки Зеленые Висят Тоже Интересный Момент Когда Растянутая Получается Так же Как У Яблони Редмел Падают Первые Яблоки А последние Только Через Полтора Мисс Вот Это Одно Из Каче Мне Интересно Горпромышленности Это Считается Отрицательным А для Нас Это Положительное Качество Растягивается Поедание Продолжение следует Слышь Голосы С Прекрасного Далека Голосы Утренней Серебряной Росе Слышу Голосы И Вонящая Дорога Кружит Голова Как Субтитры создавал DimaTorzok